Приветствую вас. Я думаю, что в первую очередь, конечно, очень важно, чтобы вы отпустили своего отца, которого вы видели погибших. Это, безусловно, травма для ребенка, и вы ее, к сожалению, получили, вот, эту травму. Вот, я думаю, что вы через человека, безусловно, конечно же, пытаетесь что-то компенсировать, вы, безусловно, через человека пытаетесь что-то себе додать, но это уже, как мне кажется, несколько вторично. Вот, мне кажется, несколько вторично. Первичное же, первичное же, заключается в том, первичное заключается в том, значит, что вы не отпустили своего отца. А смысл, смысл в этом, именно в основном, смысл заключается в этом, в том, что вы не отпустили своего отца, и вот такая ответственная история. Ну, в этом вам может помочь психолог. Дальше, значит, вы пишите, я люблю мужчину. Давайте, Марина, мы с вами по порядку пойдем, да? Вы говорите о том, вы говорите о том, что вы его любите, вот. Вот, как проявляется ваша любовь, вот как конкретно проявляется ваша любовь. То есть, вот вы любите его, как вот вы говорите, как ваша любовь проявляется. Это очень важная история, на мой взгляд, очень важный момент, на мой взгляд, вот. И, соответственно, это то, на что вам нужно обратить свое внимание. Вот, значит, как проявляется ваша любовь. Дальше, у него есть ко мне чувства. Какие это чувства и как они проявляются. Понимаете, вот в любви необходимо разграничивать то, что вы хотите для себя, и то, что вы хотите для мужчины, для другого человека. Так, если вы называете любовью, стремление, желание что-то получить для себя, вот, значит, это не совсем любовь. Вот, если же вы хотите что-то сделать для него, для, значит, молодого человека, то да, это в большей степени любовь. Итак, у него есть ко мне чувства, какие мы не можем быть вместе, почему. То есть, вы его в своем тексте, Марина, так и не объясняете, почему вы не можете быть вместе с человеком. По истечению трех лет ситуация подожгла к черте, когда нужно что-то менять в нашем общении и принимать решение, кому нужно. Наше общение превратилось в мои сплошные слезы и нервы. Слезы из-за чего? Нервы по поводу чего? Он говорит, что не может мне дать то, что мне нужно. С одной стороны, мужчина поступает с вами честно, за что ему плюс, а с другой стороны, что вам нужно, и как то, что вам нужно, связано с любовью. Мне больно осознавать, что он меня отпускает. Почему? Я не чувствую, что нужно. А почему, Марина, вы считаете, что вы должны чувствовать, что нужно кому-то? Как дело обстоит с вашей собственной нужностью самой себе? Вот. То есть, это очень важный момент. Вы говорите, что вы любите человека, вы говорите, что, ну, что у вас есть чувство, вот. Но, при этом, вы хотите, значит, что-то для себя. Вот. Понимаете? Какая штука. Вот так проявляется не совсем зрелое, а совсем зрелое чувство. Вот. Ну, совершенно не зрелое здесь. Вот. Пока история. Дальше. Так. Я не чувствую так. Но самое ужасное, это слезы. Всегда. Всегда, когда я с ними разговариваю, я плачу. Ну, здесь, на мой взгляд, очевидно, что вам как-то себя жаль. Вот. Есть такое, ну, такое ощущение, что вам жаль себя. Вот. Вот. И есть, как бы, не менее серьезное ощущение, что вы себя как-то вот недолюбливаете. Вот. Есть у меня, по крайней мере, такое вот, ну, такое ощущение. Вот. Значит, ваши слезы, это следствие того, что вы себя недолюбливаете. Дальше, значит, нужно позволить тем чувствам, которые лежат во основе ваших, эм, значит, эм, флёв, эм, выразить. Эм, полнее, скажем так, нащупать, полнее раскрыть. Вот, вот именно в них кроется ваша, эм, сущность, сущность. Эм, особенно, когда он уходит. Когда мне было два года, погиб мой отец. Я видел его тело на дороге, чем-то укрытое, что еще открылось моим пацанам не тогда. Ну, как правило, это детское ощущение обиды. Может быть, чувства вины. Может быть, чувства вины. Мне кажется, что это что-то мешает нам построить личную жизнь. Я очень эмоционально реагирую именно на ухо. Эм, да, вы, эм, вот, не принимаете, эм, эм, себя, эм, значит, эм, такой, эм, значит, эм, какая вы есть. Вот. И вы боитесь, эм, эм, осознанно. Ваш страх эм, осознанной, святым с тем, что вы эм, восприняли эм, на свой эм, эм, счет, эм, то, что произошло, эм, с вашим папой. Вот. То есть, как бы, что ушли от нас, и что бросили вас. Я думаю, что в этом состоянии вы, эм, несколько, эм, закрепились, вот, и застряли в этом состоянии. А, эм, дальше вы, ну, не сказать, что бы, чтобы двигать, двигать, эм, то есть, эм, в некоторой степени вы, вот, эм, остановились здесь в развитии. Я вас, эм, безусловно, не обвиню, не обвиняю, но, дальше, эм, так, я очень, я очень болезненно реагирую на то, что он говорит, что пускает меня, что не проявляет тепло и заботу, которая мне нужна. Марина, а скажите, пожалуйста, почему вам нужна, нужны, эм, тепло и забота? Вот. То есть, ну, вот вы, эм, говорите, что, эм, любите человека, эм, вы говорите, что, эм, что у вас есть, значит, эм, чувство, эм, к человеку, вот. Вот. Но, эм, при этом вы, эм, вот, в чем-то нуждает. А, вот. Суна-то какая, какая сука. И, эм, вопрос заключается в том, чтобы отграничить, эм, то, в чем вы нуждаетесь, эм, от того, что вы, эм, ну, эм, хотите, эм, наше сердце, для него, для молодого человека. Так, эм, значит, иногда мне кажется, что я нуждаюсь в его мужском внимания, любви, защиты, любви, не только как женщина, но и как маленькая девочка, которая никогда не знала этого от отца. Эм, тут момент не в том, что вы нуждаетесь, вы, эм, все это можете, эм, достаточно, эм, легко дать, эм, себе, э, сами. Дело в том, что вы считаете, что, эм, с вами, эм, что-то не так. Вот. Из-за этой истории, из-за того, что, эм, с Лас-Симбаппой случилась трагедия, вы чувствуете, что с вами, что-то не так. Так, когда он говорит, что мы можем быть только с друзьями, я сильно нервничаю так, что не имеет левая рука, ну это сексоматика, сексоматика. В чем ваш вопрос, Марина? Обратите, пожалуйста, внимание на дочку, вы не задали вопрос своего, пожалуйста, обратите внимание на то, что вы не задаете вопрос. Вопросов, в принципе, вы его не задаете. А как бы исходя из того, что вы пишете, вот, ага. Не очень понятно, в какую сторону вы хотите двигаться. Вот. То есть, работать над собой, например. Или гармонизировать отношения с мужчиной. Или может быть что-то из чего. То есть, что вы хотите, Марина. Вы, не задавая свой вопрос, по сути, оставляете нам на усмотрение то, куда вам двигаться. Ну, куда вам двигаться. Вот. Куда вам двигаться. Куда вам двигаться. И это, на самом деле, довольно серьезная, как раз таки, проблема. Вот. Потому что, именно вам нужно принять решение относительно того, что именно вы хотите поправить. Вот. Вот так. То есть, тут работа в нескольких направлениях, да, Марина? Во взаимодействии с отцом и ваше восприятие, ваши травмы, вероятно, что вы пережили. Разобраться в себе, обрести гармонию внутри себя. Вот. И гармонизировать отношения с человеком, который, ну, хочется верить, вам достаточно дорог для того, чтобы вы желали ему чего-то хорошего. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо за внимание! Продолжение следует...